Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь, обсудим с вами Мокбанг. И, если честно, я не думала, что я буду смотреть этот Мокбанг, но увидела 2 килограмма жратвы. И думаю, нет, загляну-ка, ради интереса, сожрут или не сожрут? Ну и первые, ребят, Вовка открыл шампанское. Короче, на следующий день, походу, они никуда не собираются на машине, это стопудово. Причем, что они там, арендовали место для своего автомобиля? Получается, не так часто они ездить, шоль будут? Ну, в принципе, чего ожидать было от этой машинёхи? Значит, в начале видоса Нина нам пропиарила своих подписчиков-перекупов, которые ей подогнали ломачу, то есть битую машину из такси. Что если кто-то, говорит, хочет купить машину, пожалуйста, обращайтесь. Да, Нин, ты вообще нормальная. Неужели кто-то будет обращаться к твоим подписчикам, которые стали уже такие знаменитые, когда ты что ни видеоролик, то постоянно в названиях пишешь косяки. То машину поклевала ворона, то там сколы на дверях и увидела, что битая да шпаклёванная. И кому нужны такие ломачи? Ну, одной тебе, да. Потому что при виде шашлыка ты забываешь, что приехала за дорогостоящим автомобилем, и его нужно проверить. Это только с тобой, так может всё произойти, да. А вообще, ну, мы сами всё можем, и никакие перекупы нам не нужны. Это и правда, ребят, смешно. Таких не рекламируют, а бегут от них подальше. Угу. Значит, дальше, ребят. Не успев ещё толком там посмотреть, единственное, что я услышала, что там арендовали какое-то парковочное место, у меня сразу возник вопрос, да. Вот они якобы оформили машину, да, и решили отметить, обмыть её. И тут же я вспомнила про Дашку, про шампанское, которым с Дашкой вместе она собиралась как с подружкой, якобы с лучшей подружкой, не с Наташей, прошу отметить, да, которая по возрасту больше в подруги подходит, а с Дашкой, да, с Дашкой, облить машину шампанским и срочно поехать, значит, на мойку в очередной раз, да, чтобы с кем-нибудь там якобы поругаться, наверное. Но чё-то как-то, видимо, забыла она про Дашку, забыла про шампанское, забыла, что она должна была отмечать с Дашкой покупку и обмывать. А чё-то решила с Фовкой, такую огромную порцию купила, вот эти вот суши, роллы, да, и чё-то как-то совсем забыла про Фовкину родню. И как-то такая вот тишина, да, по поводу Наташи, по поводу, значит, папы Вовы. Чё-то я как-то, ну, может быть, я, конечно же, прослушала всё, и, может быть, я не досмотрела, чё, и Нина уже хвасталась, что будет накрывать поляну для них отдельно, да. Но чё-то как-то вот тошнотворно всё это выглядит. Обычно, да, уж если столько разговоров, столько хвостовства по поводу этого корыта ржавого, да, убитого, то, в конце концов, уж если столько счастья, то пригласила бы к себе домой Ивана, Наталью, папу, Дашу. Представьте, отметили бы прям и две порции заказала бы 4 килограмма, посидели бы, но, видать, жаба слишком давит, чтобы купить две порции, да, 4 килограмма, и решила всё в одну свою требуху загнать, да. Ну, не в одну, и в Вовкину тоже. Ужасно, ребят. Вот пиратка говорит, да, что она такая добрая, что она всем делает только добро, да. Она не жадная совсем-совсем. Она делится со всеми. Но радостью решила поделиться только с камерой и напихать только в себя и в Вовку побольше. Но никак не поделиться радостью с родными. Я чё-то так, знаете, задумалась, думаю, может быть, родные вовсе и не рады, что она купила эту машину, что сейчас будет дёргать Вовку, а, видимо, Вовку они прекрасно знают. Ну, а, может быть, обиделись, что слишком много трепало языком про Дашу, когда усадили тогда Дашу за руль. Сколько же было разговоров? Там, по-моему, она на следующий день целый день и ляпала языком про Дашу, что Даша как рванула, и вот это, получается, как будто переполоскало эту девчонку вдоль и поперёк, да. Возможно, и в этом причина. Ну, кто знает, кто знает. Ну, возможно, я вообще пропустила, и Нинка уже планирует организовать прям огромнейший пикник на природе, да, с шампанским, и потом сразу на мойку, туда, где они были. Ну, а после мойки как раз-таки к воронам на съеденье подгонят машину, чтобы дальше колевали со всех сторон. Ой, ребят, я не могу. Пиратка она и в Африке пиратка. Ой, а дальше как будто пиратка меня услышала и заявила, что не переживайте, ребят, со всеми отметим. Ну, с кем Нин со всеми? Кто у тебя ещё есть? Ну, кроме Фовкиной родни, больше абсолютно у тебя никого нет. Со своей роднёй ты пересралась, да, по полной. Подруг у тебя не имеется. Такая ты добрая, общительная и классная тефочка, что у тебя нет ни одной подруги. Ни с кем даже было и радостью поделиться. Вы представляете? Дожила почти до сороковника и не имеет просто-напросто ни одной подруги. Кто, ребят, у нас здесь и ещё такой? Отметьтесь, пожалуйста, кто не имеет никаких подруг, с кем невозможно даже поделиться хоть какой-то радостью или просто тупо поболтать по телефону или встретиться за чашечкой кофе или чая в кафе. Ну, у нас, по-моему, только одна пиратка. А причина в чём? Я думаю, что причина как раз-таки в желчи, да, и в нелюдимости. Ну, в общем, пираты решили в первую очередь, в первую очередь поздравить друг друга и поздравить свои желудки, да, заодно с приобретением ломачи, напихать их поплотнее, да, нажраться и напиться от души, а утром опять с утра с выступлениями, с оскорблениями, ну, в общем, как любит пиратка, да, проснуться и начинать сразу отчитывать своих зрителей и подписчиков и в очередной раз доказывать, насколько она успешная. Мадам, завтра как раз-таки по ходу очередная серия с утреца будет. Я иногда даже просто уж понимаю, что сейчас начнётся, и оно как раз-таки начинается. Один-единственный раз, по-моему, когда она молчала и решила включить из себя такую добрую-добрую Нино. Но это было настолько фальшиво, что не получилось у неё отыграть роль. Ой, а дальше-таки как будто опять меня услышала и вспомнила про шампанское, что должна она облить шампанским машину. Вовка бедно испугался. Какую-то, говорит, машину. Молодец, Вовка, понимаешь, какая-то, да, совсем-совсем негодящее для шампанского. Говорит, какую-то машину и шампанским. Но Нина сказала, для машины всё самое лучшее. Надеюсь, Нин, шампанское будет сугубо французское, да. И одной бутылки, ты ж понимаешь, что для твоей машины будет мало. Ну, как минимум, бутылок пять, чтобы можно было её всю облить, а потом на мойку срочным образом. Кстати, ребята, вы заметили, сколько раз она всё наигранно благодарит какого-то Владимира, да, который продал ей ломачу. Ну, не какого-то, а который ломачу продал, да, битую из такси. Но хоть бы раз она прилюдно поблагодарила Ивана. Чё-то как-то было, по-моему, мельком. Но, слушайте, неужели лишний раз сказать спасибо человеку, который поехал, фиг поймёшь куда, фиг поймёшь зачем. Ну, да, покормили там его. Ну, и что? Он там никак не в своей тарелке находился. И туда-сюда ездит. И такая тишина. Сами всё отмечают, отмечают, никак не отмечаются. Родню в гости не позовут. И даже, слушайте, не поблагодарят Ивана. Ну, это, знаете, только свиньи так могут поступать. Хотя, что здесь скажешь? Здесь-то и сказать нечего. Судя по чавканью, всё понятно. Значит, после того, как Нина сказала, что смешаний она будет обмывать, с родственниками, сама уже по второму кругу обмывает. Потом ещё с кем-то там. Я прям удивилась, с кем? Бедный Вовка выпал в осадок. Так, представляете, это сколько придётся потратить денег, которые можно было бы потратить на сардельки. Говорит, лучше бы эту машину не брали. Правильно, Вовка? Правильно. А то достанет с обмываниями. Ну, пока мы видим только, что обмывания с полосканьями летят к ним двоим. Только в животы. Посмотрим, посмотрим, какие они будут гостеприимные, как они накормят гостей. Интересно точно так же, как накормили их Владимир с супругой, да, что те до безумия просто обожрались и забыли просмотреть машину, да, и бегом умотали. Ну, в том, что пиратка обычно готовит, если для гостей, то больше как для себя и для Фовки. Это мы уже выучили, и это мы уже знаем. Но всё равно ждём, когда же накроется поляна. И довольны ли останутся гости? Да, или только довольными будут Нинка с Фовкой? Дальше, ребят, я их уже смотрела и абсолютно не вслушивалась в то, о чём они говорят. Единственное, мне было интересно, сожрут или не сожрут? Нет, конечно, можно было бы просто перемотать конец видео. Ну, думаю, нет, немного посмотрю, а то, мабыть, чё интересное пропущу. Хотя зачастую чё-нибудь допропускаю, потому что смотрю на ускоренном, пересмотреть всех фриков на нормальной скорости нереально. Это фрики у нас ленивые, ничего не делают, а считают себя, что они такие труженики, слушайте, работяги, да, прям перетрудились со своими влогами, особенно Уралочка, да, записав одно видео, прям перетрудилась. Ладно уж, пиратка-то клепает по 5-6 видосов в день. Но она привыкла, да, общаться только с камерой, потому что нелюдимая. Друзей-то у неё нет, родственников. Если есть, то они ей неинтересны, её за всех и за всё давит вечно жаба, да. Дальше, ребят, сидели, рассуждали про глисты, про червяки в рыбе, как её засаливают, сколько стоит вырезка, сколько стоит шея. Вовка помнит все цены, что касается жрачки. Понятное дело, да, потому что надо экономить, да, он очень уж переживает, дабы самому нажраться, ведь всё нынче так дорого. Ужас, ребят, даже посчитали, сколько мяса стоит. Даже цены запомнил Вовка. Вот так бы ты ещё что-то дельное запоминал, а не только цены. Слушайте, ведёт он и правда себя, как глупое дитё, как написали в комментариях, как взбалмошная девчонка. А по мне, как недоразвитое дитя. И даже не взрослый человек. Ручонки эти трясутся при виде еды. Не знает, как запихнуть в себя побольше. Не жуёт. Всё это заглатывает. Как раз-таки это и есть признак того, ну, что не развился человек. Не развился до нужного уровня. При том, ребят, что эти руки у него бесконечно трясутся. Ну, а за рулём, если честно, когда он едет, мне страшно. Первое, это он эти губы готов сожрать, да, вместе с языком, закусывая языком собственным. Так ещё он держит руль, как будто вот он в него вцепился и не может почувствовать в себе какой-то свободы и спокойствия. И, вы знаете, я вот бы с таким человеком точно рядом бы не села. Вот серьёзно. Ой, Нин, конечно же, скажет, что все мы завидуем. Завидуем Фовке, что у неё есть такой Фовка. Завидуем машине. Да, мы все несчастные разведёнки. У нас, кроме кошек и собак, ничего абсолютно нет. Да, мы пашем на заводах, да, бесконечно, круглосуточно и не имеем абсолютно никакой личной жизни. Но интересно, да, что попав к подписчикам своим, я думаю, что она убедилась в обратном. Но нет, твердить она будет свои слова бесконечно. Дальше, слушайте, они сидели и размышляли, где можно найти подешевле мясо. Да, представляете? Может, говорит, на рынок съездить, там можно найти дешевле. И говорит, кстати, предлагайте. Предлагайте, потому что они планируют ездить уже на шашлыки постоянно, якобы лето впереди, с родными и с друзьями. Так и хотелось спросить, с какими такими друзьями пиратка намерена ехать на шашлыки? Но уже она в поисках, просто в поисках мяса подешевле. Да, друзья, советуйте, советуйте, где купить мясо подешевле пиратки. Ну а дальше, ребят, пиратка заявила, что их пригласили в гости в Иваново, да, чтобы покатать на яхте. Вовка говорит, на лодке, это кричит на яхте. Наверное, они просто пошутили и сказали для приличия. Ну а эти же могут и попереться туда. Правда, Вовка сказал, что билет стоит 1200, пиратка так на него глянула, говорит, ну блин, в общем-то, как и в автобусе, на автобусе, да, только в автобусе, да, там сидеть очень тесно. Ну правильно, не все ж такие, как Нинка, да, и понятное дело, что ей было тесно, да, она всем мешала. А на ласточке свободнее, да, ну так у нее же есть своя ласточка. Прыгнула Вовку за руль и поехала. Не знаю, ребят, мне кажется, она пожалеет. Прикиньте, это надо почти 5000 отдать на билеты. Ну, на машине, в принципе, конечно же, обойдется скорее дешевле. Но кто Вовку посадит за руль, ежели только Ивана опять с собой возьмут? Ну, в общем, ребят, в итоге сожрали 2 килограмма. И за последние чуть не падали. Это же надо быть такими прожорливыми. Ну, кстати, я в комментариях почитала, что пиратка съела на 8 штук. Аж больше. Ну, вы знаете, в этом плане я совсем уже не удивляюсь. Она постоянно обжирает Вовку, бедного несчастного. Пока готовит на кухне, обязательно нажрется заранее. Да, а он ничего не видит и не знает. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.